как только я услышал трек пацаны от гонфлада я понял что именно это видео будет финальным битмейкинг видео на моем канале в 2020 году меня по-прежнему зовут стас гарп рот и мы приступаем поскольку мелодию только что вы уже слышали начнем с ударных темп наш 119 ударов в минуту и первым будет клэп как самое сложное можно сделать погромче ctrl c идем во второй клэп да у нас будет сегодня много сложности типа лейлинга и идеально теперь добавляем сюда кик делаем его чуть погромче теперь хай-хет но с ними будет большая сложность нужно будет подкрутить out до половины и еще сразу же но чтобы чтобы сразу чтобы сразу сохранить всю ебойность этого трека и увеличить ее максимально сильно добавим шифта на хитах чтобы их немножечко совместить переключаемся на одну треть правой кнопочкой мышки тянем окей переключаемся обратно на line дублируем control b вот здесь вот у нас будет еще одна пробежка вот так вот control you на 1 четверти и еще вот здесь вот переключаемся вновь на одну треть это же правой кнопочкой мышки тянем громкость теперь правой кнопкой мышки жмем панорама и как нибудь ее настроим можно нажать alt r и как-то ее раскидать вот таким вот образом но я хочу ручками какой в этом смысл спросите вы никакого отвечу я переходим к следующему звуку это будет символ переходим в панораму смотрим она смещена поэтому с альтом левой кнопкой мышки жмем вот сюда окей все open head по желанию ему тоже можно крутануть shift потому что ебойности много не бывает финальный драм звук это рим он звучит как-то максимально абсолютно рандомно поэтому я как-то его услышал вот как я его услышал так я его расставлю него в принципе тоже можно раскидать немножко панорамы как-нибудь типа но не забываем потом снова ее опять же скинуть на центральное положение мелодия бесплатная библиотека для контакта music box музыкальная шкатулка от wave factory первая и самая красивая часть мелодии звучит вот таким образом еще конечно у нас есть здесь интервальчик на нотке c и когда у нас нотки звучат одновременно они не звучат одновременно они звучат всегда с небольшим смещением чтобы вот этот звук получить короче мелодия просто шикарно и божественно и сейчас я ее пропишу и про нее вам расскажу во первых это шикарная мелодия но она мне правда очень нравится и это мне кажется самое главное вот в этом треке во вторых она строится по тому же принципу примерно как мы говорили с вами в прошлых видео нотки нижние постепенно спускаются грубо говоря из того что не меняется из такта в такт это вот эти три нотки они звучат постоянно и даже вот здесь вот в одном месте где тут нет c она звучит просто на октаву ниже таким образом у нас есть и повторяющиеся элементы и меняющиеся элементы и это одна из причин почему эта мелодия такая крутая и скачать этот проект можно будет у меня в инсте как только это видео соберет 3000 лайков ссылка на мою инсту есть в описании и в проекте будут зарендерены все дороги всех инструментов то есть там будет иметь и вот эта партия его файл с вот этой мелодии прекрасной ну еще можете подписаться на мою инсту я уж точно против не буду и про видос про крутой луп на бесплатных вести я помню я не забыл я сниму его в следующем году перекинули мелодию в паттерн с ударными пропишем басец вот так он звучит почти везде вас будет совпадать с нотками нашей мелодии и звучать по кику но там где у нас сдвое на удар кика у нас вас будет играть на первый удар кика на g sharp но на октаву них то есть чтобы появляться ту-ду я это услышал в треке возможно этого нет но вот все что вы видите в моем видео это все просто мои предположения последний удар по 8 будет совпадать с ноткой мелодии как бы будет мостиком между концом паттерна и началом его повторения тут у нас g тут у нас да и между ними играет f если вы слышали трек то вы знаете что большую часть времени он будет играть через halftime и мы сделаем еще пару дополнительных обработочек в первую очередь нужно накинуть сюда реверберацию чтобы добавить атмосферы звучания пресет фэд снаер холл на вальхоле виндач вирп в оригинале мелодия просто супер широкая тоже ее расширил но может не так сильно вот как то вот так после этого можно повесить эквалайзер он нам рисует вот пик в районе 900 просто чуть-чуть вот так и make динамик чтобы чем больше этой серединке килогерцовой тут было тем бью сильнее зажимала и теперь просто можно самый самый верх прибрать и все вся вся эквализация теперь halftime переключаемся на одну четверть можно громкость добавить на басе у нас будет просто критическое количество обработок это little радиатор на нем давайте просто чуть-чуть добавим хита но и заберем естественно потому что шумит и теперь на эквалайзере приберем в районе тоже килогерца и еще мы сделаем тут канал с посылом на ревер то есть канал на нем будет ревер и мы по чуть-чуть будем подмешивать этот ревер во все каналы и его мы тоже отправим на канал со всеми ударными общей вешаем вы холл вентач вверх пресет фэд снаер холл мне он понравился make составляем на сто процентов и будем по чуть-чуть подмешивать сюда наши звучки с помощью вот этой ручки вы можете регулировать подмешивание каждого конкретного канала вот например вот так для хитов а с помощью вот этой ручки общую громкость реверберации мне кажется это просто супер удобно если вы вдруг об этом не знали еще я хотел из ревера вырезать тоже район 1 килогерца и весь низ потому что он нам просто там не нужен общий канал с неров на него я повешу в первую очередь озона и майджер еще можно добавить вот этот д с н драм шейпер процентов на 10 больше уж точно не надо на канал хитов просто берем вот так вот перетаскиваем и майджер просто расширим вот эту область и все на общий канал ударных повесим компрессор я давно не использовал такой чистый лютый компрессор зачем я это делаю смотрите рейшу на максимум релиз на минимум трэш-холд нормальный звук да вы не находите а все зачем за тем чтобы микс открутить до 40 процентов и использовать это как параллельный компрессор просто чтобы подклеить звук чтобы создать чуть больше грубо короче мне просто понравилось как он звучит в данном случае это совершенно не значит что его нужно везде пихать компрессор это вообще такая штука с которой нужно быть максимально осторожно как ревербератор сатуратор эквалайзер как все короче джей 37 после этого сатуратор кстати здесь выбираем вот этот пресет но изи отключиваем отключив отключаем нойзи добавляем после этого центра стерео 1 децибельчик сайда минус 1 децибельчик миды поиграемся с громкостью вот я просто убавил все тарелки и вот этот римшот и поскольку это финальное bitmaking видео на моем канале в этом году я предлагаю и вам подвести свои личные итоги напишите в комментариях кто по вашему мнению был самым крутым в этом году у кого вышел самый крутой клип либо самый крутой альбом либо просто самый крутой трек мне будет очень интересно почитать чьему зло в этом году вам нравилось больше всего ну а лично мой фаворит наверное все-таки gone flat вначале у нас играет вот такой паттерн но потом к нему добавляется еще два инструмента добавляем nexus вот и еще клонируем контакт отправляем его на конь соседний канал control c control в мелодию но поднимаем ее на октаву вверх мы берем правой кнопкой файл зажимаем вот эту кнопку переносим обработки с первой музыкальной шкатулки на 2 включаем half time даже его в целом убрать можно на винта чверби добавляем и убавляем звук у нас есть еще один инструмент вот этот он будет у нас отыгрывать вот эти нотки но на пару октав выше звучит пока довольно дешево чтобы все стало круче нужно добавить fresh air крутой бесплатный плагин с мудреной регистрации зажимаем эту кнопку на максимум нормально вот так как-то еще можно добавить плагин pancake пресет выбираем fast to slow идем в громкость вот сюда тянем правой кнопкой мышки жмем выбираем wave находим здесь точку тянем за нее вниз замедляем я уж не знаю насколько это точно как в треке но мне кажется что там что-то такое есть теперь добавим еще один паттерн в нем будет pet bass вот он у нас здесь на нем крутим envelope вот таким образом все на минимум кроме hold закидываем на него плагин фазер пресет мук и ту и после этого пресета вешаем снова fresh air крутим все на максимум это нужно для того чтобы в басе появилось хоть какое-то движение потому что это очень такой простенький сэмпл после этого можно вырезать у него вот так да он будет полностью повторять нотки басовые наши мелодии в паттерне с ним будет еще и атмосферный снеер клонируем наш рим-шот и не забываем снова зарутить на снэры просто прописываем его как обычный рим-шот но с усложнением каждый второй звук чуть потише вешаем на него или халу винта 4 как-то вот так откручиваем вверх откручиваем низ из ревера у давайте к нему все-таки подмешаем основной на каждый второй звук как раз тот который потише будет да то что нужно теперь нам нужно сделать прикольный переход который точно есть в этом треке клонируем клэп и сокращаем их до одного звука выделяем какую-нибудь вот такую вот область идем в микшер и вот с этого нашего рима зажимаем вот эту кнопку перетаскиваем этот ревер на наши клэпы класс control alt c и получаем вот такой вот клэп его надо скинуть какой-нибудь свой собственный канал микшера и тоже зароутить на канал со снэрами удар по клэпу с ревером совпадает с предпоследним ударом по реверу в этом паттерне мы его клонируем делаем make unique разворачиваем оставляем вот где какого-нибудь вот этого места все остальное отпиливаем да еще я думаю его стоит убавить еще сильнее накинуть на него стерео-энхансер обязательно еще параметриком вот так вот так да еще там есть одна интересная штука давайте make unique pattern с басом теперь make unique сам бас отрежем у него немножко стартайма чтобы но так чтобы не было щелчка вначале теперь все на минимум кроме hold и мы сделаем такую штуку поднимаем этот звук на октаву вверх переходим на одну четверть control u вот так вот тянем вверх правой кнопочкой мышки и таким образом мы получили ну эффект реверснутого баса в итоге а реверснутый бас заменил вот такие вот который без кика вначале и все стало гораздо проще теперь мы можем дублировать реверснутый клэп сделать make unique поднять его на октаву вверх и чуть убавить потому что здесь у нас начнутся хеды теперь пришло время сделать вступление потому что я забыл его сделать сразу отодвигаем все на 8 бар дублируем вот так и делаем автоматизацию halftime нам нужно чтобы в начале halftime не было чтобы он был на сто процентов вот здесь и делаем вот как-нибудь вот так начинается мелодия и начинается переход в halftime вот в этой части у нас halftime и не будет кстати говоря финал паттерн с пэт басом тоже можно сделать с помощью такого клэпа и потом все просто дублируется ну и пришло как обычно время озона на мастере и в этот раз я снова вам тут скажу что максимайзере я строил сам а все остальные пресеты подписаны прямо сейчас на экране единственное я вот эти два бэнда отключил динамика q винтаж q сделал 700 герц минус 0 6 децибела и все и перед тем как мы послушаем этот биток я снова напоминаю вам что у меня есть видео курс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от а до я который в том числе подойдет и новичкам этот видеокурс стоит 3290 рублей чтобы его заказать напишите мне ссылка на меня в описании можете написать мне в контакте или в инстаграме в директ так что напишите мне прямо сейчас закажите видеокурс если это видео показалось вам капельку полезным чуть-чуть интересным или просто понравилось то смело ставьте заслуженный лайк а если было неинтересно бесполезно вообще какая-то ерунда на что поделать ставьте дизлайк и самое крутое что вы можете сделать для моего канала это посмотреть другие видео на нем для этого дождитесь конца видео и ткните на конечную заставку либо просто нажмите на название канала и на этом у меня все с вами был стас гарф прод с наступающим пацаны а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok